Всем привет! Это интернет-магазин Автозвук Картель. Сегодня у нас в обзоре магнитола 9 дюймов. Это еще одна версия магнитолы со своими особенностями. Сегодня мы их разберем, посмотрим наглядно. Данная магнитола встраивается в любой автомобиль. Также покажем, каким образом это делается. Очень часто клиенты, когда видят в обзоре только лишь магнитолу, задаются вопросом, как эта магнитола подойдет к моему автомобилю. Отвечаем. Модель магнитолы унифицирована. Чтобы быть встроенной в конкретную модель автомобиля, мы всегда комплект оснабжаем необходимой рамкой. Вот, к примеру, рамка для автомобиля Chevrolet Cruze Restyle и необходимой проводкой, которая подключится штекер в штекер со штатной проводкой автомобиля без доработок. При этом мультируль подружится в любом случае, подружится всегда. Сегодня речь пойдет именно о начинке, о магнитоле и о ее возможностях. Но всегда имеем в виду, что эта магнитола будет укомплектована, если вы смотрите объявление, например, для Chevrolet Cruze Restyle, будет укомплектована необходимой рамкой, которая устанавливается без доработок по штатным крепежам, и комплектом проводки, которая также устанавливается штекер в штекер. Никаких доработок штатной проводки не требует, и также имеет все необходимые переходники. То есть, например, переходник на штатный USB, антенный переходник, адаптер коншины, если он нужен. Итак, вот следующий пример. Магнитола та же самая, встроена в другую рамку, укомплектована рамкой для Lada Vesta и также проводкой. То есть, помимо проводки, которая каким-либо образом взаимодействует со штатной проводкой, магнитола также имеет ряд другой проводки. В комплекте с магнитолой всегда идут два USB-выхода. Также в комплекте вот такой штекер для камеры заднего вида, он отдельный. Идет коса ирца выходов, то есть здесь есть выходы на САП, на потолочные мониторы дублирующие, на мониторы в подголовниках, на камеру переднего вида. И также выходы для AUX. И последний – это вот такой выносной GPS-модуль, который можно вынести куда-то в стоечку, в бардачок, для лучшего приема сигналов со спутника. Теперь к самой магнитоле в первую очередь покажу, что это версия 1.16. Именно сегодня рассмотрим быстродействие этой версии с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Для использования всех возможностей магнитолы необходимо ее подключить к интернету. Это делается при помощи раздачи с телефона. Пример будем производить вот на таком смартфоне. «Обычный Android», то есть здесь находим функцию «Точка доступа», здесь на английском «HotSpot» называется. Нажимая ее несколько секунд, можно открыть меню настроек, чтобы посмотреть пароль. То есть где-то здесь будут параметры точки доступа. Здесь вы можете, нажав на вот этот глаз, посмотреть пароль, который может быть по дефолту установлен уже на вашем телефоне, и, соответственно, имя точки доступа. После ввода пароля, если пароль корректный, магнитола покажет, что устройство подключено, и все, теперь магнитола имеет доступ к Wi-Fi. Для чего нужен интернет на магнитоле? Для того, чтобы пользоваться полноценно, к примеру, Яндекс.Навигатором, чтобы Алиса распознавала речь, чтобы навигация учитывала все актуальные пробки, загруженность дорог и так далее. Ну и для воспроизведения онлайн-ТВ, к примеру. Давайте запустим, кстати, это приложение, посмотрим, как оно работает. То есть прелесть Android-систем в том, что можно установить любое из миллионов приложений с PlayMarket. Давайте, допустим, вот канал СТС. Через мгновение телеканал в прямом эфире. Таким же образом работает интернет-радио. Это отличное решение для тех, кто любит музыку по жанрам, то есть при этом можно музыку не подбирать. Радиостанции вот распределенные на танцевальную, релакс, ретро и так далее. И теперь волнующий многих людей как раз вопрос о навигации, как она работает на версии 1 ГБ. Давайте запустим и посмотрим. Сейчас подключена как раз GPS-антенна. Покажу вам скорость работы. То есть сейчас вот эти все карты, они подгружаются с интернета, соответственно, скорость их подгрузки зависит от скорости вашего интернет-соединения. А скорость работы именно карт вы можете видеть. Навигатор также работает параллельно с музыкой, с радио. То есть можно ехать по навигации и при этом прослушивать музыку. Давайте зайдем в меню. Посмотрим, что какие здесь. Можно просматривать штрафы и так далее. Ну то есть стандартное приложение навигации полноценно, стабильно, быстро работающее. Следующей отличительной особенностью данных магнитол являются сменные темы. То есть вот различные варианты можно установить. К примеру, давайте сменим на вот такой лаунчер. Эти темы подгружаются прямо с сети. То есть в дальнейшем также их здесь будет все больше и больше становиться. Все. То есть тема сменилась. Тема подгрузилась с интернета. Теперь оформление вот в таком стиле у нас стало. Пару слов об экране. Экран здесь покрыт закаленным стеклом 2,5D. Поэтому экран не боится ни царапин, ни морозов. Теперь что касается звука. У магнитолы развитый эквалайзер, который имеет 10 полос настроек. И по сравнению с любым штатным ГУ, звучание у вас улучшится в лучшую сторону. Так как мы можем отрегулировать под себя определенные частоты. Здесь вот есть такой параметр пользователя. Можем подтянуть верхний спектр частот. Тем самым звук сделать почище. Опустить какие-то частоты, которые заставляют обшивку вибрировать, да, подрегулировать. Либо выбрать предустановленные варианты настройок эквалайзера. Здесь поп, новости, рок и так далее. Магнитола имеет привычный хром-браузер. Посмотрим скорость работы. Если рассматривать все возможности магнитолы, это видео займет несколько часов. Поэтому мы рассмотрели самые основные. Навигацию, полезные приложения типа онлайн-тв, онлайн-радио. Посмотрели подключение к интернету. Через хром-браузер воспользовались интернетом. Если вы смотрите это видео на YouTube, то в описании к видео есть ссылка на наш Авито-магазин, где вы можете ознакомиться со всеми позициями товаров и написать по-интересующему, уточнить наличие. Если вы смотрите это видео прямо на Авито, пожалуйста, напишите также нам сообщение. Мы уточним наличие и расскажем вам, какие есть сейчас варианты на ваш автомобиль. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!